Администрация и Энергомашбанк подписали соглашение о сотрудничестве, точнее о меценатстве. Теперь капиталы будут тратиться на помощь пожилым колпинцам. Финансирование социальной программы будет согласовываться с администрацией района и ветеранскими организациями. Без помощи и участия промышленных предприятий, организаций, работающих в районе, и банков в том числе, району те или иные вопросы решать достаточно тяжело. Мы понимаем, что любая благотворительная помощь воспринимается и нами, как администрации, и теми, кто ее получает. Это инвалиды, ветераны, нуждающиеся в этой помощи. Она воспринимается должным образом, с благодарностью. И очень надеемся, что подписанное сегодня соглашение будет положено тем самым начало таких добрых, хороших отношений на длительный период времени. Подобные проекты Энергомашбанк реализует уже в четырех районах Северной столицы. В Петроградском, Кировском, Калининском и Центральном. Так, вечер ленинградские встречи в БКЗ «Октябрьский» за три года стал культурным брендом Санкт-Петербурга. Полтинские ветераны будут билеты ровно в том количестве, в каком необходимо. Поэтому учтем пожелания все. Более того, когда распространяем билеты, мы также понимаем еще, что вместе с ветеранами и пожилыми людьми, очень часто они нуждаются в сопровождающих. Поэтому билеты не ограничиваются только ветеранами, а предусматривают тоже наличие родственников, сопровождающих на концертах. Мы уже организовали не одну экскурсию с пожилыми людьми, ветеранами и инвалидами по местам боевой славы. В том числе это и культурные экскурсии, музеи, дворцы, парки. На торжественной встрече глава района Дмитрий Кобицкий пригласил правление банка принять участие в сентябрьских торжествах, когда Кулпинский район будет отмечать 75-летие со дня основания. Екатерина Бнатова, Артем Поттер, Андрей Поляков. Новости Кулпинского района.